Продолжение следует... 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 Но, тем не менее, вся информация про то, чем они занимаются, скеровываясь на едином уровне природы, на них можно было признать, что они делают. А теперь этого всего нет, и даже Министерство очень сильно потерпает от наследия в этом. Отже, ну, самый простой приклад, ну, да и, власне, зараз теж, Министерство серед своей функции мает подготовку щоречной национальной доповеди про стан на получение средообщей. Это единственный документ, который говорит, чего же у нас в организме в течение. И, например, если журналистам нужна информация, какая-то загадная, ну, например, сколько у нас в лесах, в этих областях больше выкидов по различным параметрам, где есть порушения, такие основные. Каждый год он обмен не только документом выдавался, но он выдавался на основе областных доказательств. В каждой области онкрувалась такая доказательств, они не проводили, они на одной речке бували и делали без 5 доказательств. А теперь ни одна область не залишилась среди своих функций новоствованных в департаменте в подготовку цього. И, конечно, это швидше за все готово, потому что мы не просто решили предкование Минприрода нашей работы, а просто подвигаем Минприрода. А Минприрода самая эту работу не может выполнять. У него в положении написано, что он это делает, а он больше не может это делать. И мы, например, если захотите, например, у вас коллеги и юристами, мы можем створить такую проблему министерству, воно ему ничего будет ответить на вопрос, почему вы не сделали национальную добрость. Они просто в этом плане стали безруками. И есть много других нюансов. То есть, на самом деле, не обязательно их все перелечить. Это будет основная часть нового дня. Но факт, что необходимо положение про департамент экологических ресурсов для того, чтобы создать обеспечивание Минприрода. Без этого мы можем вважать систему природоохранную сруйнованную. Плюс есть эти маски, которые мы даже не можем оценивать, насколько они великые, что касается архивов. Раньше, как это был департамент Держупровнение Минприрода, в нем была различная документация. Все, что касается работы каждого подроста. И вот, сред всего меньше, были недавно материалы про объекты Проносоколитного фонда. У нас в Украине 8200 объектов Проносоколитного фонда. И, почти по всем иным, один из примерных наявных материалов, про них это решение, которое бы у нас творилось положение, обрендирование, с которым было решено его голосование с объектом Проносоколитного фонда КААТ. Все это с погружением всех взаимокористователей, всех государственных органов, все это все было в этих департаментах. Но законодательство, оно абсолютно не предпочитает, что нет никаких указаний. Есть указания, что эти документы могут обрабатываться, а их могут сохранить. И такой информации нет. И раньше все было понятно, что кто строит объекты Проносоколитного фонда, то есть подроста на них проводили, все обрабатывает. У них у каждого стояло по шафе этих материалов. И больше не было. А это у нас Проносоколитный фонд занимает 6,5% Украины. А теперь, когда их стрессовали, мы не знаем, куда делись эти архивы. Потому что мы пытаемся это стрессовать. Например, сегодня мы стрессовали от колледж Чернигівской области, что им Державный архив при их реорганизации предлагали сдать это в Державный архив. И они выдали это в Державный архив. Потому что если мы, например, с коллегами захочем узнать какую-то информацию по будь-якому 740, что напоминается, заказ на Чернигівской области, нам довели это превратиться в Державный архив, который я получил просто шафу материалов. И он абсолютно не разбирается, какая-то информация в этих своих папках. И эта информация втрачена взагалі для работы, грубо говоря, что с ней уже не можно працювать. С ней уже не працюет сам Департамент. А в Киевской области, например, Державный архив запропоновал снищить эти материалы, как те, что не предупреждены законодательством. И это единственный пример, не те, которые вообще существуют. Поэтому мы считаем, что реформа, на самом деле, выявилась очень непродуманной. И на сегодня мы можем оценить на столько, именно для навсегда и негативных наследств. И столько проблем, что придется открыть и придется связать. Ну, в основном, дядя. Добрый день. Меня зовут Тесла Кутро. Я тоже из города Киева. Дружина охраны природы. Еще одна из проблем с этой административной формы, что она делается способ, чтобы она сделала просто неякисно чисто в техническом плане. Допущена купа чисто технических помилок, через которые уже как речь заблокировано много важных процессов. В законах написано, что, например, подает по созданию объекта правоохранительного Миннекобезпеки, который, соответственно, не существует. в законе просто забыл поменять слово Территориальный орган Миннекобезпеки на соответствующий областной администрации. Ну, Миннекобезпеки это старая название Миннекобезпеки в законодательном областной администрации не пиев года, пока не выдав постанову, где он заменил эти сути технические помилки. То есть, фактически, полгода в департаменте працювало на свои страхи и визитки. Еще надо отметить, что областная администрация это органы социально-экономичного развития для бюджета. В принципе, это экологическая культура на местах. И входит, что органы должны эксплуатировать природу и это неправильно. Еще один пример. Есть такие основы, их довольно много, это региональные ландшатные парки. Это большие, но не национальные и они подтверждают планы, а теперь департамент до этого нет. Они не знают. Они часто делают с Министерством, часто делают с департаментом. Департамент потім висует претензии, что они не знают, как обратиться. аналогично по многим установкам. В принципе, что покращение, это просто унификовое положение. И было бы доброе, что это унификовое положение сразу обновилось в связи с изменения в законодавчих актах. Например, приняли в квитне закон о изменении многих дозах, но ни департамент еще не отобразил. Это просто не витрата ресурсов, что 25 в Украине будет поменять один. И также в разных областях абсолютно разные подходы например, доза на лимит на специальное использование ресурсов одни области выдают и затвердают этот лимит. И аналогично по другим виходит, что доза на одни области можно за большую сумму и еще за большую сумму. То есть полный юридический протакт. Алексей? Продолжение сказано, я хочу сказать, что меня зовут Наталя Городецкая, я юрист Международной Организации Экологии и права людей. У нас непродолжение сказано. Хочу додать, что проблема связана с административной реформой, с тем, что когда ликвидовано управление экологией и утворено Департамент экологии при областных администрациях, проблема в основном в том, что не было спирала наступности. То есть законодательство так регулировало о том, что ликвидовало управление экологией и не предоставило правонаступности передачи функций, передачи архивов. И в связи с тем, на сегодня Департамент экологии при областной державной администрации мистер Киеве и Севастополе не было действенной информацией, ну, взагаля здействию функции, которые он просто выбирал. Если было правонаступность, то все функции от управления экологией, они перейшли до департамента. А так, каждый из этих департаментов экологии областей, они у своих положениях про департаменты экологии просто выбирали из законодательства разные функции, какие-то взагаля надуманные, потому что, например, деякие понважения не предупреждения законодательства. Таким чином, каждый департамент затвердит свое положение про департамент экологии при местной администрации. Основные мы сделали анализ всех положений департаментов экологии, природных ресурсов, всех областей. Мы в основном виявили, что они все неозгоден, они разные за формой, за качеством, за названием. Например, даже существуют в деяких областях не департамент экологии, а управление экологии.